Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Из книги «Открытым оком». Восьмой том. Вопрос 2138. Верите ли вы в искреннее обращение правителей, когда вчера еще не знать не желали Бога, а сегодня стоят со свечками? Ответ Игнатия Тихонача Лапкина. Чудо может быть, и тому есть примеры. Но как они обращаются? Вот президент, у него разные народы, разные веры у народов. Но он им отец, защита, гарант. Если он за одних, то другим как быть. И потому он таким обтекаемым фразами все изрекает, что его все за своего признают. А на самом деле он в делах веры несчастный человек. Ему, если поистине уверовал, нужно сразу же сложить в себя все полномочия и уйти на проповедь к миру. Не в монастырь, ибо это духовная смерть. Деяние 16.9. И было ночью в видении Павлу, предстал некий муж македонянин, прося его и говоря, «Приди в Македонию и помоги нам». Константин Император, 21 мая, кавычки отрыты. И вот как он, представляя себя покорным орудием в руках Всевышнего, со смирением воздает славу одному Богу за свои успехи. Не будет, конечно, никакой гордости, говорит он в одном из указов, хвалиться тому, кто сознает, что благодеяние получил он от существа Всевышнего. «Я твердо веровал, прибавляет он, что всю душу свою, все, чем дышу, все, что только существует в глубине моего ума, все я обязан принести великому Богу». Кавычки закрыты. Не прямо о Христе говорит, а точно так же, как и сегодняшние президенты, о некой силе. В существе над мирным есть нечто. «Я твердо вернулся, немножко смир g And iert Bee